всем привет это сто процентов первый итальянский канал на русском о консолях и видеоиграх привет андрей привет рома 25 февраля 2022 года вышла новая модель steam deco под названием о лет многие естественно ринули сразу же покупать данную модель я немножко выждал и заказал спустя полгода как вы понимаете я пользуюсь стимдеком о летом практически с релиза поэтому есть что рассказать андрей и что добавить потому что андрей тестировал как lcd модель таки оля я также поделюсь своими ощущениями какие плюсы какие минусы в данных консоль как независимо совершенно мнение от андрей будет потому что он не склонен портативному геймингу кстати к портативному геймингу ты меня подтолкнул так как я уже перешел на nintendo да на безрыбье у нас был вариант только nintendo switch который в принципе я использовал достаточно часто раньше у меня была и первая модель и о лет модель и light модель но потом я все-таки решил перейти в более взрослый гейминг и прикупил себе steam deco lcd но про него уже есть ролик на канале а с недавних пор обновился до модели о лет и совершенно не сожалею об этом а цель нашего обзора сравнить две портативные пк консольки и понять какая же из них лучше если у вас нет steam deco какую версию лучше приобрести а если у вас уже есть стоит ли обновляться до новой версии ты тут вот упомянул что ты полгода подождал почему именно ты решил подождать изначале меня полностью целиком устраивал steam deco lcd но были нюансы например по автономности так как это портативная консоль меня убивала всегда батарея которая держала не так долго как хотелось бы и это основная претензия была к первому steam deco смысл носить с собой аккумулятор в кармане если можно купить портатив который будет тебе сутки держать спокойно и улет экрана действительно передают качество картинки то которое меня полностью целиком устраивает и когда вышел steam deco лет я задумался действительно может быть не обновиться до новой модели многие говорят что сейчас нельзя купить steam deco через карты пополнения не знаю как у этих блогеров которые заявляют о данной информации у меня все прошло идеально на официальном сайте было заявлено что доставка будет в течение пяти дней до действительно так за пять дней меня доставили данную посылку вот когда ее получал вот самый интересный момент когда же ты ее получил даже будет более интересно рассказать как я получил я знал день и примерно час во сколько приедет курьер ну в европе как вы понимаете то есть звонки находятся на улице и они подписаны все дело в том что жаркая страна у меня просто от солнца выигрывал эту надпись я начал только переживать думаю блин сейчас приедет курьер а куда не найдет кому отдавать в итоге я спускаюсь значит наклеиваю вот эти стикеры с именем и фамилией на звоночек и подъезжает курьер которыми часто просто посылки приводит мы уже с ним имеем дружеские отношения достаточно такие он ведь слушать тигрит консоль пришла по судя по коробке это стендерка я груда да стендерк ты профессиональный курьер который знает что в коробке при том что просто на ладонь взял здесь потому что в коробке в которых они приходят там нету никаких опознавательных то именно это портативная консоль но в общем у нас продвинутый курьер который привозит нам гаджеты и так далее заказы наших а чего ты отталкивался когда ты выбирал но во первых выбор был из нескольких вариантов asus rockalite lenovo legion go и также gpd win я тоже рассматривал как вариант но опять же у каждой из перечисленных портативок были свои проблемы соответственно я посчитал что стендерк будет более надежной в этом плане игры есть их много делал привычки опять же хотя для контента можно было взять то же самое asus rockalite либо lenovo legion но вот мы смотрели тогда тоже вот рассматривали а срок до в этот момент цена кусалась тем дек не оказался более привычным поэтому я предпочел взять новую модель стиль дека нежели какую-то другую консоль плюс у тебя как бы стимдек предыдущая версия которую ты уже больше года тестируешь при этом как бы переходить на какой-то новый продукт мне кажется смысла не было да это работает безотказно поэтому смысла не было я говорю единственно ради контента можно было вдруг попробовать взять какую-то портативку но опять же это неоправданный контент да вдруг она бы не зашла нам образно говоря что касается внешнего вида дизайна то есть фактически вы можете наблюдать что сам чехол он вообще нифига не поменялся только вот здесь появился разлагать логотипчик и и он немножко выпуклый и беленький вот такие вот нас зипы тут зипы в обычном стиле черненькие логотипчик просто краской нанесен но внутри есть вот такая подтяжка именно в предыдущей версии кстати на многих сайтах очень спорили активно пользователям у кого-то на у кого-то был такой ремешочек подтягивать его на первом стимдеке у кого-то не было и все стебались то что у тебя китайская версия не китайская мне кажется уже была вторая олэд версия и не шли просто ошибились чехлами ну кстати вот это удобная штучка подтянул видишь ее не надо там захватывать перехватывать в чем разница прям сразу чувствуется ну вот чисто по весу я сразу почувствовал то есть вот новая модель улет она действительно легче хотя вот там буквально там несколько десятков грамм разница но ты вот банально ты помнишь да 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 вот именно с улет экраном намного сейчас комфорт хотя вот опять же закрой глаза просто выдавать проэкспериментируем где улет с какой стороны вот вот соответственно она легче через сразу ощущение легкости и комфорта потому что когда вот ты играешь на предыдущий и переходишь на олэд версию ты там прям сразу ощущаешь вот этот комфорт да более того визуально можно наблюдать что поменялась кнопка перри кнопки красный цвет кнопки стали темнее то есть на этой модели на предыдущие вы можете заметить что они более белые здесь более серые поменялись подкладки для стиков здесь они полностью черные там же они серые да также из визуального можно отметить что углубление в стиках намного комфортнее чем в предыдущей версии да согласен немножко поменялись из более комфортные стики стали действительно так кстати какой быстрее включится проверим я запустил но они пока что одновременно запуск но тем не менее даже по логотипу уже видно но олэд быстрее загрузится это сто процентов хотя по производительности там немного добавили они все три процента но тем не менее даже вот на таких портативных консолях вот ощущение 2-3 процента прирост очень большой у тебя вообще просто не включается он вообще не включается ребятки все выключился гаражи поджиме загрузится вот олэд уже включился поверни экрана просто покажите нет вот а он то а lcd только включился вот представьте разницу до самое главное отличие теперь конечно же это экран здесь стоит туалет который 7 4 дюйма а на предыдущий обычные 7 дюймов вот ну да lcd и у лет конечно вы разницу так не знаю с камеры почувствовать визуально промеживая на картинка визуальном живут вы сразу поймете где у лето где у среди краски конечно более сочную на новом у леди но это и понятно это объяснять не стоит важный момент еще то что здесь 90 герц в отличие от предыдущих 60 но это тоже ощутимо это прям действительно ощутимо эту разницу ты можешь почувствовать только конечно средних игрушках тут же киберпанк ты не запустишь 90 fps но получается вот смотри если мы запустим киберпанк на предыдущей версии и на новой разница в фпс у них была и на кого практически одинаково будет фпс но по картинке и качеству более скучно здесь это понятно да еще поработали над тачпадами они стали более комфортными теперь можно сказать что ими можно пользоваться полноценно те же самые стратегии если вы любите играть стратегии то это прям незабываемый опыт с тачпадами разрешение экрана осталось прежним 1280 на 800 что для портативки в принципе достаточно я считаю то что не стоит туда пиливать экран 1080 потому что смысла то в принципе нет он будет садить батарею гораздо сильнее но даже радио по максимуму и на таком маленьком экране я не вижу смысла те же самые конкуренты имеют большие проблемы с батареей в наше время сейчас большую роль играет именно питание чтобы дольше можно было ее поюзать ну да если назвал портатив к это будь добр батарею нормально прикуда если бы я хотел допустим от питания играть то я купил бы себе пока давайте быстренько пройдемся по цифрам что мы имеем на борту оледа и у lcd как вы знаете предыдущая модель lcd было на 64 гигабайта на 256 и на 512 новый олед выходит в комплектации 512 гигабайт либо терабайт из особенности если сравнивать с тем деку лет и lcd стоит заметить еще что поменялся вайфай модуль вайфай модуль в предыдущей модели был 5 а в новой модели это 6 и что сказывается на скорость в онлайн играх в стим деку лет 6 нанометровый гибридный процессор в предыдущей версии стоял 7 нанометровый гибридный процессор на 1 миллиметр процессор стал меньше он начал меньше потреблять энергии опять же и это дало ему возможность дольше работать в процессе батарея опять же 50 ватт часов новой модели это от 3 до 12 часов как заявляет производитель ну то в предыдущей модели это 40 ватт часов это от 2 до 8 часов работы в зависимости опять же от игры блок питания остался тот же но длина кабеля теперь у нас два с половиной метра в новой модели а в предыдущей модели это было полтора метра но для тех кто от розетки любит играть в принципе это прикольный бонус длинный штуров но опять же если мы говорим о портативке то она должна быть беспроводная теперь поговорим про порты подключения куда что подключается и так далее самом стим деки что в первом во втором мы имеем юсб си разъем и этого разъема естественно нам не хватает но не считая конечно подключение наушников которыми не знаю я блюту с наушниками полчаса видишь в отженях пяти летах одинаковые порты подключения юсб сида то есть он единственный по идее и собственно все больше никуда ничего не внули поэтому обязательно если вы берете стим дек нужно будет докупать себе док станцию на официальном сайте есть оригинальные доки но они стоят по 100 евро я не вижу смысл тратить сотку на док можно купить просто какой-то новым бренд типа такого где будут соответственно и юсб порты и hdmi и соответственно куэсби си и что немаловажно лампорт тоже здесь присутствует для скорости интернета до для онлайн игр прям вообще топчик вот с такой штуковиной как бы удобно подключаться и к монитору и к телеку и к чему вы только захотите поэтому вот незаменимая штука она стоила 30 евро на amazon идентична по функциональности что и оригинальный док который на сайте стима док станция расширяет возможности данного устройства если у вас есть 55 дюймовый экран телевизор далее даже банально 15 дюймовый портативный монитор который вы носите с собой и вот кстати на таком вот 15 дюймовом мониторе портативно портативно он тоже портативный можно скажем так протестировать док станцию вместе с консоль даже то что протестировать можно смело играть офигенная концепция переносный монитор steam deck где-то в поездке в гостинице 15 а можно такой взять и 32 32 будет не тогда я бы на си жили переносил бы что даже поменьше чем хотя даже удобно он спокойно ложится вам в портфель вот вам геймерский сетап который можно взять свою в поездку в ту самую турцию или в альпы куда бы вы не поехали у вас всегда есть гаджет с которым можно поиграть как на мониторе такие портативе очень важный момент по поводу накопителя который стоит в консольке допустим тот же самый steam deck лси я покупал на 64 гигабайта и потом обновлял dot 512 создать ник в новой модели это сделать стало гораздо сложнее потому что все фактически поменяли не местами и чтобы добраться до сезоника вам придется потратить много времени и усилий в общем не советую но хотя в принципе есть уже инструкции на ю тубе которые вы можете найти по замене ssd на у леди но на lcd это было гораздо в разы проще если вы берете solid экраном лучше берите на терабайт да чтобы не париться и использовать уже по максимум гаджет стоит отметить что если вы захотите дал сидишь q поиграть поздно вечером лучше этого не делать потому что вы сможете разбудить тем самым свою жену лежащую рядом которая услышит шум вашей консоли и что там будет дальше никто не знает о поле модель тоже также шумит в принципе но чуть-чуть поменьше я бы сказал включаются вентиляторы пореже нагрузка намного ниже стала в новой модели чем предыдущие ее серии всего лишь три процента производительности подтянули а вот такой результат имеем напомни мне за сколько ты покупал олит модель новость им деку лет я заказывал по розничной цене который представлен на официальном сайте а это 569 евро модель на терабайт стоило 679 евро не такая уж большая разница в цене на терабайт и 512 гигабайт так что лучше приобрести сразу на терабайт так как вам придется докупать память которая стоит не меньше 100 евро и еще и заморочиться чтобы ее туда поставить то есть экономии там 30 евро образно говоря а геморрой на 569 евро если вы сожжете данный гаджет хорошая новость для тех кто рассматривает lcd стим деки потому что в наличии на официальном сайте появились модели на 64 гигабайта который теперь стоит по сниженной стоимости всего лишь 369 евро ты можешь себе купить стим дек на 64 гигабайта накинуть туда создать ник на 512 на коробой даже и прям вот просто влиться в тусовку чуваков у которых есть стим дек полноценный терабайтный стим дек носов сидит за 369 евро все как на официальном сайте заявлено цена снижена и они пока что есть наличие опять же про доступность если говорить то естественно у перекупов цены гораздо выше чем на официальном сайте в некоторых странах естественно купить напрямую не получится на данный момент это самая доступная портативка в мире с этим полностью соглашусь если говорить про модель lcd стим дек от себя добавлю пару сценариев использования стим дек я очень часто играю на стим деке через сервис geforce now что просто максимально комфортно с хорошим интернетом и с возможностями geforce now это получается с охерительной графикой в данный момент на таком маленьком экранчике можно прям запускать тот же самый киберпанк ведьмака на максимальном остроях ребята и батарею вас будет жрать минимально просто более того сценарий используем с xbox очень крутой кстати ты делаешь просто ремонт play на стим дек и вперед ты играешь свой xbox который у тебя стоит где-то в соседней комнате а сам ты сидишь на диванчике и проходишь дьябло дальше андрей же в свое время пробовал тестить ремонт play с sony playstation и с 5 playstation тоже очень четко все стремится на консольку стим дек так что вот это playstation портал нахрен никому не нужна совершенно я сказал где ее место то ребятам еще напомню кто разрабатывает чехолки под телефоны под всякие гаджеты разработайте этот чехол именно чтобы он был ближе к туалету или ближе чтобы он был возле унитаза чтобы можно было порта было этот ставить именно там можно просто повесить там где рулон бумаги висит ну ладно не будем так уж грубо отзываться но они они сами как бы себя лицом в грязь опустили естественно здесь есть сценарий с использованием эмуляторов которые в большинстве случаев у нас запрещены но есть такая возможность использовать эмуляторов то есть можно вот какие-нибудь старые игрушки по симулировать и поиграть без всяких проблем кстати насчет портативок вот когда xbox выпустит свою портативку тогда будем сравнивать мне бы хотелось бы сравнить да со стимдеком но мне кажется стимдек все-таки победит в этой войне хотя и мы сайк лоу в принципе достаточно интересная как альтернатива стены но мы не рассматриваем на сайк лоу как альтернативно потому что мы не тестировали мы сайт пока что и не знаем что они сказать подводя итоги давайте оценим просто стимдек у лето это незаменяемый гаджет в наше время даже не то что стимдек у лето в принципе стимдек как лосить и таки о лет кому мы можем посоветовать данный гаджет туда практически всем геймерам потому что портативный гейминг просто врывается в наше время стимдек у лет и стимдек л сиди идеальные портативные пк конечно более комфортный портативный гейминг вас будет со стимдек у лет потому что батарейка здесь держит дольше но и lcd модель не стоит забывать и напомню что есть на официальном сайте предыдущей версии по очень выгодной цене до на 64 гигабайт и можешь купить очень даже бюджетно и ворваться в эру портативного гейминга уже прямо сейчас если у тебя уже есть со стимдек то стоит ли тебе обновляться если бюджет позволяет то конечно обновить потому что есть ради чего ради батареи для портативного устройства и ради хорошего олит экрана тебе стоит обновиться почувствуешь кайф есть у тебя еще нет стимдека то конечно берите беку лет потому что есть за что переплатить в любом случае видите как бы не было стимдеку лет это конечно же пушка как ни крути 40000 поддерживаемых игр на данный момент уже есть те которые не протестированы и поверьте мне они тоже практически все запускаются за исключением тех игр которые имеют античит то есть это большинство случаев сетевые игры которые не получатся здесь так что нет такой игры которая бы не пошла на этой волшебной опять же в те же самые сетевые игры вы можете здесь играть с помощью ремонт play с xbox например и любовь запросим geforce now да вообще без проблем а теперь мы с вами прощаемся говорю спасибо за то что вы посмотрели ролик до конца ставьте палец вверх если не подписались подписывайтесь критикуйте выражайте свое мнение и увидимся в следующих роликах чао чао аривидер чик так что сейчас на портале можно купить по очень хорошей по выгодной цене на каком портале ты сейчас из будущего точно андрей а если вы уже имеете уверенно пизде так я понял я уже начал да ты более уверенно говорить а если у вас есть а если уже есть а если уже есть а если у вас а если у вас уже есть надо более ветевато тебе говорит как пушкин просто в этом ролике моя роль роль товарища активно роль верного товарища не бросает в бою когда боя нет тоже не бросает так все он готово